Привет, ребята! Я иду на пары по публичным выступлениям. У меня сегодня две пары. Сейчас 8 часов и на улице уже светло как днем. Вообще просто кайф. Вот в такие моменты прям очень поднимается настроение, когда наступает весна уже и начинает наконец-то рано светлеть. Мне прямо очень кайфово становится. Я себя намного лучше чувствую, чем зимой, когда с утра темно, вечером темно и, в принципе, темно Когда не зря взяла зонт. У меня начались еще сейчас проблемы со здоровьем и я просто в шоке от того, сколько денег уходит на врачей, на обследование и на лекарства. Это просто очень сильно ударяет, в принципе, по моему кошельку, карману. И я не готова к таким тратам. Просто очень даже тяжело переносить эти цифры, которые вдруг появляются в истории оплат твоих. Я заходила сейчас в аптеку как раз за лекарствами и уже направляюсь к общаге. Я пришла в общагу, пью лечебный взвар и хочу рассказать вам о планах своих на сегодня. Их немного, но они все достаточно объемные и занимают весь день. Я сходила на две пары по публичным выступлениям, затем сразу поехала в сторону общаги, зашла только в аптеку за лекарствами. И сейчас пришла в общагу, поем. У меня очень интересный обед будет. Посуду сейчас еще помою, которая у меня накопилась тоже за очень долгое время. И потом у меня будет два занятия, два репетиторства в 3.30 и в 5.30. К ним нужно подготовиться немножко. У меня, в принципе, почти все готово, но немножко еще нужно спланировать само занятие. Хочу еще с мамой созвониться давно, с родителями не созванивалась вообще. И хотела бы еще поделать домашку. У меня накопилось так немало домашки, которую нужно бы поделать. Надеюсь очень, что успею сделать это до занятий. Очень постараюсь. Вчера у меня тоже было два занятия подряд в такое же время. Ну, в принципе, для меня это нормально. Я не как-то сильно... Возможно, я эмоционально устала, но провела их вообще спокойно. За то время, которое мы с вами не виделись, в Петербурге уже стало очень тепло. Два дня назад было плюс 10. Вообще настоящая весна. Очень теплая, без шапки, в пальто ходила. Прямо вообще прекрасное настроение от этого. Сегодня, конечно, дождик и похолоднее, но все равно уже чувствует душа, что потеплело. Приходит лето. И прямо это как-то даже независимо от моих мыслей, мне просто становится от этого приятнее. Еще я закрыла свой магазин. Точнее, закрыла сезон. Но не знаю, пока будет ли следующий. Этот сезон официально. Вот прям закрыла. Не принимаю заказы больше. Вот этот магазин, если вы вдруг не знали. Не принимаю заказы, ничего. Просто тоже уже не до этого было совсем. Уже не хватало времени что-то... Как-то им заниматься. Поэтому я подумала, почему бы не закрыть сезон прямо сейчас. В принципе, уже пришла весна. Уже март заканчивается. Как раз пора закрывать сезон при даже шапках. И мне прям нужно было это сделать. Потому что мне вообще уже было не до этого, к сожалению. На самом деле, мотивация немножко пропала. И я даже не знаю, вот будет ли в следующем году пока что. Не буду говорить вам что-то конкретное. Потому что сейчас я устала. Возможно, у меня к новому сезону новые силы появятся. Энергия, вдохновение. Потому что, в принципе, у меня было очень много вдохновения вот в этом сезоне. На съемки, на новые модели, на новые изделия, на пряжу, на составы. Вообще, у меня это работало. Это мой магазин, мой бренд. В этом сезоне работало чисто на вдохновение. Мне хотелось прямо фотографировать. Хотелось сделать что-то новое, красивое, необычное. И, с другой стороны, довольно классическое и универсальное. Да. Я очень наслаждалась, в принципе, этим. Она тоже очень сильно от этого уставала. И не получала такого отклика, какой ожидала. Все, пора идти мыть посуду и обедать. С вчерашнего вечера осталось столько роллов. И это просто прекраснейший обед, я считаю, на сегодня. Скинула ссылку на занятие ученицы. Уже восемь минут идет занятие. Она даже не читает мое сообщение. Я чего-то не понимаю. Притом, она у меня сегодня спросила, еще время уточнила. Я сказала, что да, именно так. Не понимаю, что происходит. Спустя 50 минут я узнала, что у девочки проблемы с электричеством. Занятие отменилось сегодняшнее, но жду следующее, следующее через час будет. Привет. Меня слышно? Отлично. Как дела? Занятие закончилось. Прошло очень хорошо, очень приятно. Я вообще, на самом деле, уже так привыкла к своим девочкам, которые со мной с самого начала. И прям скучаю даже, когда мы с ними вот неделю не видимся. И за день до занятия я думаю о них. Думаю, блин, вот бы поскорее уже увидеться и спросить, как дела. Реально вот что-то во мне такое почему-то вдруг появляется. Это немного странно. Мы с ними не так давно знакомы. Но я почему-то скучаю уже перед каждой встречей. Мне кажется, это мило. И сейчас я буду заниматься программированием. У меня еще есть немножко времени до вечера. Я позанимаюсь. Что-нибудь еще поделаю. И буду смотреть сериал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня очень ела овсянку на завтрак. Сегодня решила поесть ее с бананом, с ягодами и орехами. Тут у меня фильтр. И вот такие фильтры я покупаю сейчас в самокате. В принципе, мне нравятся. Они от Verley. Дрип-пакетики. Я очень люблю такой кофе. Привет. Расскажу вам свои планы на сегодня. У меня вообще сегодня должно было быть две пары по прикладной информатике. Лекция и практика. И я собиралась на них пойти, потому что нужно было сдать лабораторную работу. Домашнее задание. У меня не было огромного желания, во-первых, идти на лекцию, потому что не сказать, что там суперинтересно. И я получу что-то, кроме обычной презентации, которую нам уже скинули. То есть я не думаю, что как бы был бы смысл идти на лекцию. Но я хотела на нее пойти, потому что сразу после нее практика. Но возникло одно препятствие. Я не успела вчера доделать лабораторную, которую нужно сегодня сдать. И не успела сегодня утром. Я проснулась в 7. И не успела сегодня тоже ее доделать. У меня какой-то поток мыслей огромных произошел, что я поняла, как там надо все поменять, все улучшить, переделать. В общем, я не успела к тому времени, чтобы поехать на лекцию. У меня только как раз начало приходить озарение. И потом я просто понимаю, что мне, в принципе, можно не ехать на практику, потому что я могу скинуть преподавателю на почту эту работу. И, в принципе, додлайн вроде бы означает то, что мы должны на почту ему скинуть до этого времени. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что если я скину на почту, то я успела до додлайна. Но если нет, я не сильно расстроюсь, потому что для меня важнее именно попрограммировать самой, самой вот вникнуть в это все-таки, разобраться. Хотя это казалось для меня чем-то сложным. Вот там конец особенно лабораторной работы. Я уже прям, у меня сил не было решать, потому что там математика. Но мне вдруг пришло озарение, и я поняла, что я хочу это доделать сама, очень сильно хочу разобраться, исправить все ошибки, неточности, найти какие-то уязвимости. И лучше я доделаю это сама, разберусь, и потом, может быть, и позже сдам, и меньше баллов получу. Для меня вот не так важно получить максимальное количество баллов, лишь бы сдать. Именно в этом семестре мне хочется чисто во всем разобраться. В прошлом семестре я очень мало вообще, в принципе, успевала, поэтому я что-то делала, лишь бы получить баллы. А сейчас я хочу получить знания и хочу попрограммировать. Просто я очень соскучилась еще по программированию. Именно вот когда ты сидишь, пытаешься что-то там решить, какую-то задачу, какими-то способами. Я очень скучала, поэтому у нас очень давно не было этого. Поэтому я сейчас сижу и программирую. Я очень довольна этим. Еще утром, когда проснулась, я думала, может быть, мне не нужно куда-то вот есть каждый день. Но вот сейчас, потому что у меня начались вот эти проблемы со здоровьем, и, может быть, организму хочется отдыха, чтобы я провела день дома просто отдохнула, ничего не делая. Но, с другой стороны, я думала, я не чувствую какой-то, в принципе, слабости, и у меня есть энергия поехать. И, в принципе, мне хочется на улице оказаться, там солнечно еще сегодня. Я не против. Мне это, наоборот, дает больше энергии. Но как бы были мысли, что, может быть, из-за того, что организм и так дает сбой, не надо ехать. И, в итоге, я не поехала, и я рада, что я не поехала. И у меня как бы есть планы сейчас, чем позаниматься в общаге. Я буду сегодня целый день заниматься учебой. Вот эту лабораторную доделаю. Потом буду делать физику, возможно, английский и онлайн-курсы. Но еще хочу поприбираться. Давно мы тут не прибирались. И, возможно, схожу еще куда-нибудь, потому что такая прекрасная погода. Пропустить ее, в принципе, не хотелось бы. Возможно, куда-то на обед схожу, потому что у меня нет обеда. Но тут тоже рядом никаких особого места, мне кажется, нет. Просто пиццу заказывать не хочется, потому что хочется поесть чего-то нормального, что даст мне здоровье, моему организму. Вроде бы это все, что я хотела вам пока что сказать. Еще хотела поделиться с вами радостной новостью о том, что нам включили отопление сегодня. У нас его не было три дня, и мы уже под конец начали замерзать. Комната начала еще больше охлаждаться. Но сегодня как раз его включили, и стало все просто супер. Я столько времени мучилась из-за одной программ, из-за одного метода, из-за одной функции, из-за одной формулы, которая была у нас в задании написанном, в лабораторной. А там в этой формуле вместо плюса был минус, и поэтому у меня ничего не получалось. И я не понимала, почему расходятся значения с правильными. А сейчас в интернете нашла эту формулу. Оказывается, должен был быть плюс. Очень приятно, знаете ли, столько дней над этим сидеть. Видели бы вы, как я радуюсь каждый раз, когда у меня что-то сходится с ответом. Это просто такое счастье. У меня это с самого начала изучения программирования вообще такое. Постоянно, когда у меня вдруг такая вроде бы задача, на которой я долго сижу, правильно решается у меня просто. Очень поднимается настроение. Я чувствую себя гением просто. Уж слишком солнечная сегодня погода, чтобы сидеть в общаге весь день, подумала я и пошла прогуляться. Когда вышла, правда, поняла, что достаточно ветрено. Но все равно приятно. Я укутана достаточно тепло. И иду сейчас до ближайшего цеха, чтобы там пообедать. Взяла на обед грибной суп и пирог мясной. Я только что зашла в общагу. Сходила еще в магазин по пути в пятерочку. Купила продуктов немножко. Но на улице, конечно, очень мне понравилось. Так солнечно. И так еще гуляешь по району, прям как дома. Сейчас покажу, что купила. Да, что там болеет, сидит. Бедненький ребеночек. Маслечко. Помидорки. Влажные салфетки. Два йогурта без сахара. Самые лучшие йогурты. Ополаскиватель для зубов. Сырок. Яблочки. И творог. Вот такой вот наборчик сегодняшний у меня. Ты не помнишь, он смотрит на объяснение? Пояснение? Ну, это что? Я ничего никому не говорил. Типа, вот тут в ней достаточно объяснено. Нет, ну, чтобы не текст должен быть. Хотя у Рената были вообще такую картину. Рената была в первую лапу. Я напишу просто. Реализованный алгоритм Рунги Кутты. Вдруг не заметит. Я так же писала вот так, чисто из лапы, что типа вот... А, не, я писала, вот есть такой метод, который там не делает с другими Кутты. Это такой метод, там для этого, этот для этого. Скопировать информацию из условия. Да, тоже хорошая идея. Напишу. Наиболее распространенный метод. Он требует большего объема вычислений. Однако, это окупается повышенной сложностью. Ой, точностью. Сложностью. Я так и сделаю. Окупается. Я только что написала отчет и отправила преподавателю по этой лабораторной, которую делаю весь день. И сейчас приступлю к задачкам по физике. Мне нужно решить еще 16 задач до понедельника. В понедельник сдать их, защитить, написать рубежку и написать контрольную. Вот такой у меня будет веселый понедельник. Обожаю вообще понедельники. У нас всегда по понедельникам физика, лекции, практика. Прекрасный день. Покажите, да. Я вспомнила еще, что не рассказывала вам о том, что у нас проходила недавно, проходил выбор специализаций, решающих специализаций, то, на что мы вообще пришли учиться. Потому что первые два курса у нас идет общефакультетская программа, и потом только с третьего курса мы начинаем учиться по специализации, по нашим управлениям. Выбор проходил онлайн, так же как выбор предметов различных по выбору. Мы его выбирали у нас в ИСУ на сайте. И распределение проходило между нами так, кто быстрее тыкнет, тот и попадает на понравившуюся ему специализацию. У нас всего три. Программирование в инфокоммуникациях, облака и сетевые технологии, облака. И все. А, нет, у нас две специализации. Там мы ставили приоритеты, и кто быстрее поставил приоритет на выбранную ему специальность, тот туда и попадает. Вот. Я не попала на свое направление, на которое я как бы планировала, ну, на которое я поступала. Я не успела, получается. Ну, как бы я тыкнула, поставила там, что у меня один, другое, что второй приоритет. Но, видимо, когда уже в процессе распределения нас распределяла администрация, руководство, там они видели, кто в какое время тыкнул, и тех первых ей зачислили на выбранное ими направление. Но, на самом деле, выбор был для меня сложный даже, потому что были различные плюсы и минусы и на той, и на той специализации. Поэтому я не сильно расстроилась. У меня еще есть некоторые планы по этому поводу и мысли, которые я, возможно, буду реализовывать позже. Пока что как-то даже не вызвало у меня особых эмоций, хотя некоторые ребята, конечно, расстроились, что они просто не успели нажать, выбрать желаемую специализацию, и будут учиться на другой. Раньше, к слову, это все определялось по рейтингу ученика, по твоим оценкам, по баллам, по еще, наверное, каким-то активностям, но сейчас чисто по скорости было. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok У меня уже глаза вываливаются сидеть за компьютером, и при этом я не сделала очень многое, точнее, я сделала очень мало. Я вот весь день практически делала эту лабораторную, и отчет потом, и по физике только вот под вечер начала разбираться в новой теме. У нас там большая домашняя работа, там поделена на несколько тем, и я начала разбираться в интерференции в оптике. Перед этим я уже разобралась в геометрической оптике, и я была очень счастлива, потому что я ее прям поняла и решила задачки. А сейчас вот вечером решила разобраться в интерференции, и как-то вечером я не могу ни в чем вообще разбираться, и не пошло. Я только начала решать задачу одну, и даже ее не дорешала. Еще мне нужно было английским заняться, я им не занялась. В общем, не сказать, что день продуктивный, но зато я погуляла и сходила за продуктами. В принципе, наверное, это неплохо, хотя физика уже в понедельник, так что не знаю. Сегодня четверг. Кстати, я не рассказала вам, а вам, наверное, было интересно, куда я попала в итоге, на какое направление. Я хотела пойти на специализацию программирования в инфопоммуникационных системах, а пошла в итоге на облака. И какие там системы? Облачные. Облачные системы и технологии. Облачные системы и технологии. Зато там мои подружки будут. Обе две. Сейчас я жду очередь в ванную, чтобы поскорее умыться и начать смотреть сериал с Женей по Дискорду. Бумажный дом. Очень классный сериал. Всем советую его посмотреть. Я все-таки дождалась своей очереди в ванную и умылась. Сейчас уже иду спать. Сериал не получается посмотреть, потому что я сначала ждала очередь, потом еще умывалась долго. И сейчас уже почти 10 доходит, а мне завтра рано вставать, поэтому по-любому нужно идти спать. Вот так. И я заканчиваю это видео. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарий. Еще подпишитесь на мой инстаграм. Надеюсь, вам было интересно. Если да, не забывайте писать что-нибудь в комментариях и общаться со мной. Спасибо большое за просмотр. Встретимся с вами уже скоро. И всем пока-пока. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.